Поздравляю с Днем Воскресным! Сегодня мы почитаем память великого апостола, великого, особенно для нас, для славян, апостола Андрея Первозванного. Как вы думаете, почему он называется Первозванным? Потому что Первого его так назвали. Не Первого так его назвали, а Первого его призвал Господь. Об этом очень подробно написано в Евангелии. А Андрей Первозванный родился в Галилее, не в Галлиции, потому что, знаете, у нас сейчас есть некоторые историки без башни, которые говорят, что Галилея это Галлиция, Галычина то есть наша, да? Иисус Христос, поскольку из Галилеи он был Галычанином, и все остальные апостолы тоже Галычанин. Не в Галычине он родился, Андрей Первозванный, а родился он в Галилее. Это такая область возле Галилейского моря. Он был учеником Иоанна Крестителя, и он услышал, как Иоанн Креститель сказал о том, указал на Иисуса Христа, что «Се Агнец Божий». И Андрей Первозванный сразу же, не задумываясь, пошел за Иисусом Христом. Андрей привел своего брата Петра к Христу, потом, если вы слышали сегодня, то пришел потом Филипп, Нафанайл. Вся эта история нам известна, когда мы читаем про апостола Филиппа Евангелие, и вообще, когда читаем Евангелие. И на некоторое время они должны были опять бросить ученичество у Иисуса Христа, и заняться опять рыбачеством, потому что Андрей и Петр были рыбаками. А почему они бросили, ну давайте экзамен по священному писанию, почему они оставили Христа на некоторое время, не были у него учениками? Ну, апостолы Андрей, Петр. Как вы знаете, Иисус Христос, да, после крещения на Иордане, пошел на сорокадневный пост на гору Искушений, да, там он попостил и молился. И на этот период Андрей и Петр оставили его и пошли опять ловить рыбы. А после того, как уже Иисус возвратился оттуда, после поста он проходил мимо, видел, как ловят Андрей и Петр рыбу, и он сказал им, что следуйте за мной, и будете отныне ловить человека. И Андрей Первозванный был все время с Иисусом Христом, ну, разве что кроме его распятия. Тогда только один Иоанн Восток, как мы знаем, был, да? А так он был все время, и после того, как Святой Дух снизошел на апостола, то было тогда, бросили жреби, кому куда идти, Андрей Первозванный был вынужден идти на восток и на север, в северный восток. То есть он как раз побывал в маленьком селении Византий. Это по поводу того, что Константинопольская церковь сейчас говорит, что она, мать церкови для всех, нет. Она тогда была, вот, Константинополя не была, а была маленькая деревня Византий. А была мощная Римская империя, и была церковь первая создана, Иерусалимская первая церковь. Иерусалимия была создана. Вот, и можно ее назвать матерью церквей. Вот попал он в Византии, там проповедовал, после этого он подошел к южному побережью Черного моря, и вот так по этому побережью он двигался, 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 и в конце концов пришел в нынешний Крым, оттуда поднялся по Днепру вверх, ну, так, по преданию, это предание говорит, и вот на Киевских холмах он воздвиг крест и сказал, что здесь просияет вера христианская. Дальше по преданию он двинулся еще выше, дошел до нынешнего Новгорода, там проповедовал. Такие предания, что он аж давал Ама, дошел, потом через земли Варягов пришел в Рим назад, возвратился, то есть вот такой сделал круг. Ну, есть у нас скептики, критики, которые, ну, не мог он за всю свою жизнь, при тех тогда коммунициациях, при тех тогда транспортных развязках, он не мог так сколько пройти, еще и проповедовать, не просто пройти, а еще и везде проповедовать. Но мы знаем, что человеку невозможно, то Богу возможно. Помним все истории, когда представилась Богородица, как все апостолы в один момент оказались, пришли с ней попрощаться, кроме одного, который есть в Хома. Но для него специально была готовлена вот такая участь, чтобы он всегда доказывал своим присутствием, своим невериям, в случае с Иисусом Христом, и своим отчаянием, тем, что он не успел попрощаться с Божьей Матерью, доказывать вот те события, которые произошли. Воскресение Христа, то, что Матерь Божию вознесли, Господь забрал вместе с Ее телом к себе в Царствие Божие. Вот, то есть, один Фома. Все остальные апостолы в один момент оказались возле Пресвятой Богородицы. Так что, то, что он сумел, Андрей, пройти по всем этим местам, это вполне возможно, потому что для Бога все возможно. Принимает он смерть в городе Патры. Его распинают на кресте, при том, согласно опять же предания, он попросил, чтобы его распинали на кресте не так, как Иисуса Христа, а вот так, как мы видим на иконе, что крест у него был не прямой вот такой вот, а был такой вот, да, икс-образный. Его гвоздями не прибивали руки, привязали к кресту, чтобы он дольше умирал, правитель тот, который у города Патры был. И в конце концов он представляется. Для нас этот апостол очень почитаем для наших земель, потому что мы верим в то, что он бы побывал в наших землях и проповедовал. А даже если и не проповедовал, то получили мы крещение, крестили Руси византийские епископы, которые вот как раз в Византии он точно был. Это мы уже точно знаем, что он был там, потому что недалеко от Иерусалима. Туда он точно мог дойти, да, и он там проповедовал. И мы получили крещение оттуда, потому независимо от того, точно ли предание, то, что было здесь, хотя мы в это глубоко верим, или нет, но все же мы получили. Апостол Андрей Первозан является для нашего, для нашей церкви, апостолом, который проповедовал нам. О сегодняшнем Евангелии. Сегодня читалось Евангелие о том, как Иисус Христос пришел в Синагогу. Ну, а что такое Синагога? Это было место, где читалось, читался Талмуд, где говорили речи о том, что читалось какой-то отрывок из Ветхого Завета, и толкование этого отрывка происходило. Что такое, почему они появились в Синагоге? Это было, появилась она, они во время пленения вавилонского иудеев, поскольку они не могли попасть в Иерусалимский храм, где приносилась жертва. Вот, они вот создали такие вот, сначала мобильные, а потом уже стационарные, такие вот помещения, где можно было бы собираться иудеям и читать вот, то, что я говорю, Тору, то есть четырехнижие, или и Талмуд, и вот это все толковать, беседовать между собой. По возвращении в иудеи из вавилонского плона, плена они это все распространили по всей ему, по всей иудеи, по всему Израилю. Ну, если взять по нашим меркам, то это часовня. Вот, в православии это часовня, да, это место, где небольшое, где можно почитать Евангелие, где служат за какие-то такие службы, кроме литургии. Ну, иногда, когда престольный праздник, в это часовня, туда в гоносные какие-то там привозятся престолы, и на них служится литургия, но в основном это не для совершения жертвы. Во время собрания такого в синагоге евреев в субботу, туда пришел Иисус Христос, а в эту синагогу постоянно приходила женщина, 18 лет, которая была от болезни вся сключенная, сагбенная женщина, которая не могла разровняться, и вот она приходила туда, потому что Иерусалим, естественно, в таком состоянии она ходить не могла, проходила туда и слушала все, что там читалось и что там говорилось. Во время чечения Талмуда, Талмуд, это книга правил иудеев, которая уже настолько была там, там сколько было правил, что на невозможность, они с Ветхого Завета их надергали, с Ветхого Завета их надергали и вот зачитывали для иудеев, и вот они все слушали, и вдруг во время этого чтения Спаситель заметил эту женщину, ну как заметил, Спаситель знал, что там эта женщина будет, мы знаем, что он был провидец и он он все 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 ведец и он был там, пришел туда ради того, чтобы исцелить эту женщину, он полазал в себе и сказал, что вот отныне ты исцелишься, отныне ты будешь здоровой, и она разровнялась и стала реально здоровой, хотя она не просила, это нам говорит о том, что Господь знает наши нужды, если мы со смирением и терпением переносим те невзгоды или какие-то беды, что с нами происходит, мы смиренно, как эта женщина где-то в уголке, молимся и просим Господа, даже не просим его об исцелении, а просто молимся ему, разговариваем с ним, то он придет к нам на помощь, зная наши нужды, он нам поможет, не так, как у нас привыкли, зашли, ну вот, недавно одна женщина, там что-то не нравится невестка, на которой сын женился, и она пришла к батюшке, чтобы он отробыл, потому что его проробыли, а вот батюшка, чтобы отробыл, понимаете, ну вот, или там, допустим, никогда не ходили, тут что-то случилось, заболели, пришли, и вот, батюшка, тебе деньги, молись, и ушли, навсегда, опять же, да, то есть, как бы, не так это все должно быть, мы должны быть в храме всегда, и не ради корысти, чтобы выпросить себе, вымолить чего-нибудь, а ради того, чтобы наша душа, вот, прикоснулась к Господу, ну, я уже не раз говорил об этом, что такое, как нам ощутить, это прикосновение к Господу, вот, ну вот, мы для этого здесь в храме, и вот душа этой соблюдной женщины прикоснулась к Господу, и он ее исцелил, и тут сразу же зависть, зависть возникает, чувство, которое нами всеми, большинством из нас, так, наверное, всеми, в разной степени, овладевает это чувство, вот, председатель Синогои, увидев это, и, кстати, зависть у него, и трусость, потому что он увидел, что Иисус Христос исцелил, и, естественно, реакция всех людей, ничего себе, как так произошло, и они уже, ну, вот представьте, да, у нас бы вот такое произошло, и все бы над человеком, который исцелил бы эту женщину, смотрели бы уже совсем с другим видом, благовением каким-то, да, и тут уже этот староста Синогои, эта старшина Синогои, он уже вообще где-то сбоку стоит, на него вообще, не говоря, не ему спинами повернулись, и он, вместо того, что, ну, поскольку же зависть, он вместо того, чтобы претензию Иисусу Христу, представьте, он народу начал, потому что уже его немножко побавится, раз он исцелил эту женщину, то может сейчас его согнуть здесь, да, потому он не к Иисусу Христу, а к женщине обращается, говорит ей, к женщине, к народу, ну, и к женщине тоже, что, что вы сюда приходите, вот шесть дней там исцелятесь, сколько где хотите, а вот седьмой день, субботу, приходите молиться, а не исцеляться сюда пришли, Иисус Христос ему сказал, лицемер, ну, ты же каждый день даешь, кормишь свой скот, да, осла своего привязываешь, да, то есть ты каждый, даже в субботу это делаешь, и неужели вот эту женщину, которая была сахбедная 18 лет, и сейчас ее раскутать, избавить от сатаны, это менее необходимое дело, чем вот, кормить твой скот, вот такая вот история, из нее мы можем извлечь урок, еще раз я тебе говорю, что для нас мы можем сколько угодно ходить сюда, и особенно нас, знаете, бывает, пришли, что-то хотим, там, раз подали записку, второй раз подали записку, третий раз подали записку, может еще молебен заказать, базарис батюшка помолились, а оно не дается, и мы тогда начинаем так себе уже думать, а, ничего оно не помогает, не буду сюда, ходить, не буду ничего подавать, это часто, даже те, кто часто ходит, вот я сколько молюсь, ничего не помогает, вот, и именно из-за того, что Господь все видит и все знает, и понимает, что у этого человека такое возникнет, он испытывает этого человека, а ну, ты сможешь, ты, ты, сможешь до конца быть терпеливым и смеленным, или же ты, у тебя возникнет вот это вот, непонимание, неприятие того, что, ну вот, как же так, я же молюсь, сколько, сколько денег только в бухов, ну, какая-то женщина пришла, заказала, все, я ей объяснил, что понимаете, церковь это не аптека, и мы должны с вами усвоить, да, я все время говорю, что церковь это не аптека, когда пришел, взял таблетку, выпил, и тебе помогло, церковь это стационар, в котором ты лежишь и лечишься, ты нужно быть постоянно в этом, но, но при том, смиренно и стерпением приносить все тяготы и невзгоды, не вызывать Господу, Господи, за что мне это, есть за что, каждому из нас, есть за что, но мы должны смиренно приносить, и тогда Господь даст нам, у нас просто изменится само даже, само мировосприятие в себе, даже, да, мы сами будем по-другому видеть мир, если мы будем смиренно все приносить, и, соответственно, Господь, зная наши нужды, нам будет в этом помогать, в наших нуждах, в решении наших нужд, а иногда и будет немножко для того, чтобы нас, так сказать, смирить, Он будет попускать эти невзгоды, ну и второе, что не нужно завидовать, не нужно завидовать никому, потому что будете посрамлены, как был посрамлен начальник синагоги, Иисусом Христом в сегодняшнем Ивановской истории.